Микс Ньюс Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры И добрый день говорим всем нашим слушателям Радио Болтком, начинается программа Климат-контроль И с нами на прямой связи морской геолог, журналист, популяризатор науки Константин Рангс Добрый день, здравствуйте, Константин Добрый день Вот жаркий сегодня день И все говорят о том, что действительно возвращается жара к нам Насколько вот это состояние Вот нас пугали всё время головальным потеплением В какие-то вот прошлое лето было очень жарким На середине нынешнего лета казалось многим Ну, господи, вот обычная прибалтийская погода Дождик, пасмурное какое-то такое состояние Вот насколько всё-таки жара становится уже постоянным спутником для нас, ну и для других регионов Ну, прежде всего нужно сказать, что, конечно, погода для нас здесь сейчас совершенно замечательная И вот я сейчас смотрю на карты метеорологические Они связаны с тем, что, например, Латвия сейчас находится в самом центре Очень крупного антициклона Области повышенного давления Она простирается, эта область, на данный момент от севера Лапландии То есть от Баренцева моря на севере И вплоть до юга Балкарии на юге Если на восток смотреть, то она захватывает территорию восточной Москвы Ну, а если на запад, то это, собственно говоря, до Британии То есть вот такая огромная зона повышенного давления И она, конечно, обеспечивает подкачку тёплого воздуха с юга Юга Европы Где, собственно говоря, уже не очень радуется такой погоде Потому что температура там поднимается выше 30 с лишним градусов На Иберийском полуострове в Испании созрел ещё один антициклон Он такой небольшой, но очень рьяный Температура там 37-40 градусов И практически, как назвала ситуацию канал Евроньюз Континент в огне То есть практически сейчас и в Испании, и во Франции, и в Италии В общем, повсеместно очаги полыхающих И Португалии И пожары очень сильные, очень опасные пожары И как раз вот это вот отсутствие дождей Оно вызывает очень большую тревогу Откуда? Откуда идёт этот тёплый воздух? Из Африки, получается? Ну так получается, что сейчас изменилась картина Теперь вот если посмотреть Обычно всё-таки циклоны Они как-то так проходили над севером Европы А периодически иногда теплело за счёт антициклонов Которые были над югом Европы Но сейчас вот повторюсь Эпицентр мощного антициклона находится над Латвией И двигается этот антициклон к северо-востоку И на смену его может прийти Сначала будет небольшое такое понижение давления Оно уже с завтрашнего дня начнётся Поскольку антициклон будет уходить Но на ему на смену, судя по всему Придёт нынешний испанский антициклон Температура несколько снизится Но погода, вот как говорят метеорологи Она сохранится ясной, солнечной И в общем-то всё равно будет здорово и по-летнему Но здорово и по-летнему как раз вот для нас Те же самые финны, шведы, россияне в северной части Они радуются этому лету А вот те, кто живут на юге Европы Совершенно не удовольствуют Ну а сколько для, скажем, экономики Для здоровья людей вот такая жара Является нормальной или нет? Ну всё-таки погода меняется быстрее Чем мы успеваем адаптироваться И очень же часто говорят Что для многих людей, особенно в возрасте Такая жаркая погода, она вредна Она объективно вредна для маленьких детей И для пожилых людей И для людей, страдающих какими-то хроническими заболеваниями Тем же самым диабетом А особенно сердечно-сосудистом Тут целый комплекс факторов Это хорошо поговорить об этом с врачами Но, что называется, статистика безжалости Действительно, как только увеличивается Вот такая жара, влажная жара То количество смертей тоже увеличивается А уж количество всевозможных приступов Оно растёт очень стремительно Поэтому есть правило В такую погоду, если у вас слабое здоровье Вы в возрасте Не нужно из себя изображать Геракла Который творит подвиги То есть, если есть возможность Не сходить в магазин Не ходить Если есть возможность Не пребывать на солнце Но не будьте на солнце На солнце хорошо пребывать Когда вы молоды и здоровы Вот прямо так можно сказать А когда уже возраст Или есть какие-то заболевания Замечательная вещь Вот можно взять пример Наших южных соседей по планете Которые прекрасно себе отдыхают И загорают Сидя под палец Или под кипаризм Да, что случится У нас есть срослые Допустим, даже в таком Рассеянном свете Вы получите свою дозу Столь любимого вами ультрафиолета Но не сгорите И самое главное Не перегрейте Вот это очень важный момент Перегрев губителя Перегрев Растет давление крови Кровь становится более густой А уже сейчас многие слышали Что проблема Вот именно загустевания крови Она очень серьезна Это хорошо было бы Расспросить медиков Которые знают об этом Гораздо больше Чем я как Специалист В области природных Естественно Природных явлений Но Все-таки Это известная вещь Насколько Для экономики Это тоже Приятный Или неприятный С одной стороны Мы все радуемся Что может быть Превращение Латвии В тропическую страну Привлечет к нам туристов А может быть и нет Но тут возникает вопрос Не было бы ковида Так может быть бы и привлекло Хотя с другой стороны Посмотрите Не было бы ковида Народ бы сейчас Был обманулся на юга Все равно К теплому морю Соленому Дельфины Туда-сюда И пальмы Все хорошо Но сейчас Особо не поездишься Поэтому люди Остаются здесь И вот представьте себе Что Вместо того Чтобы им сидеть И мокнуть Под сырым дождем Природа дает Им компенсацию В виде Замечательного Замечательных Солнечных дней В общем-то Довольно теплая вода В море Здесь у нас В принципе Это Это хорошо И для тех Кто занят Бизнесом Продажа того же Мороженого Освежающих Напитков В общем-то Все это Пляжные Принадлежности В конечном счете Это Стимулирует Местную Локальную Индустрию Плохо Конечно Тем Кто отправлял И возил Туристов Раньше За пределы Лат А вот Те Которые Работали На местного Клиента На приезжающих Для них Это определенная Думаю Компенсация У нас Есть звонок Здравствуйте Добрый день Добрый день Вы знаете Я вот думаю Что Древняя Ну не древние люди А вот Крестьяне 19 век У них же как Было Вот Они очень рано Утром Выходили Косить Потом Или жатва Была Они потом Где-то в час Или в 12 Ложились Спать Кто под стогом Кто где Ну им объясняли Типа того Что делы Полудницы Бегают в это время И несут порчу Но вот они же Не работали В самое жаркое время Вот сколько я помню Крестьянки Кутались Лицом Мазали Сметаной То что получается Люди более Ну как-то Простые Оказалось Что более умные Чем теперешние Показания Что ли Даже вот интересно Спасибо Спасибо Ну я думаю Ну я думаю Что просто-напросто Раньше Когда не существовало Страховок Всевозможных Медицинских Доступной Медицинской Помощи И прочих Вещей Люди понимали Что стоит Заболеть И никто тебе На помощь Не придет Вот поэтому Нужно Беречься Было Я вот Работал В Испании Да Вот этот Люди мне Рассказывали Что вот эта Самая Сиеста Да Она Абсолютно Необходима Потому что Если в течение Самого жаркого Периода Работать То через день Два такой Работы Ты уже Полностью Начинаешь Что называется Распадаться На запчасти То есть Становится Очень плохо У человека Есть шансы Что будет Сердечный приступ Что-нибудь Случится С головой Тебя покроют В лдыри Солнечный ожог Ты становишься Плохой работник Тебя вышвыривают И на что ты будешь Жить Поэтому Система Вот этого Баланса Когда Хорошо Загорать Когда хорошо Быть на открытом Воздухе А когда От этого же Самого Солнца Надо прятаться Вот сейчас Мы приходим К этому Самому Пониманию О том Что нам Нужно Поучиться У жителей Южной Европы О том Как правильно Взаимодействовать Солнцем С теплом В середине дня Это очень серьезно И об этом Стоит задумать Но с другой стороны У нас В Латвии Все-таки Я понимаю Не самый Эпицентр Жары И Конечно Мы еще В принципе Находимся В более-менее В райском месте Посмотрите Если посмотреть Список Тому Что где происходит На юге России Засуха И в Сибири Серьезнейшая Засуха Там Жарище Вы посмотрите Что происходит В том же Самое В Якутии Мы уже Об этом Говорили Но это же Продолжается На юг Приморья Обрушились Обрушился Циклон Очень мощный Циклон И совсем рядом Через Японское море В Японии Жарище 38 градусов Люди Падают В обморок Опять же Возьмем ситуацию Что Подобные проблемы Есть и на других Континентах То есть В принципе Если так Посмотреть Нам грех Жаловаться На погоду Действительно Потому что Представьте себе Что было бы у нас Если бы Постоянно Были дожди И все бы Размывало Что только можно Разменить Или если бы У нас была бы Жара Под 40 градусов Вот тут уже Как говорится Никакого ковида Не надо Вот это было Действительно бы Трагедия Поэтому в принципе Дай бог Чтоб вот так Вот все Потихонечку И шло Тепло Вот летом И тут можем Кстати заметить Что Судя по всему Нас ждет Тепло и зимой Может быть Как раз Об этом стоит Поговорить подробно Да-да-да Американские исследователи В начале Июля Я подчеркиваю Дата Начала июля Сделали прогноз Это математический прогноз Это не говорит Что вот так оно и будет Это расчеты Данные Там Подумал Искусственный интеллект Вот дал До января Месяц По месяцу И вот что получается Что Он как раз И предсказал Этот искусственный интеллект Что жара В августе Эпицентр Будет От Польши До Испании А мы как бы На периферии Вот этой страшной жары Интересно Что очень тепло Аномалия температурная Это будет Север Европы Лапландия Причем Лапландия И российская И финская И шведская И норвежская То есть Здесь север И это сейчас Тоже наблюдается Ну простите На крайнем севере 21-22 градуса Вот там На побережье Балинцево море В сентябре Месяце Станет полегче В Европе Но Температурная Аномалия Сохранится Там на севере В октябре Месяце Вот эта зона Температурной Аномалии Распространится Уже И на нас И фактически Захватит Всю северную И восточную Европу Вплоть до Урала К ноябрю Месяцу Мало что Изменится Но все равно Это будет Теплее Чем Как говорится Многолетние Традиции Вот в декабре Мы окажемся Уже в такой Большой Европейской Аномалии Которая Будет Простираться От Урала Вплоть до Рейна И наконец В январе Месяце Именно Восточная часть Латвии Псковская Новгородская Область Ленинградская Область Половина Белоруссии Это будет эпицентр Очень мощный На целых Два градуса Средней температуры Положительный Аномалий Вывод простой Следующая Зима Будет Очень Экономично В плане Оплаты За отопление Потому что Морозов Длительных Сильных Низких Температур Согласно Данным Американской Администрации Исследования Океанских И атмосферных Процессов Не ожидает Насколько Хорошо Это или плохо Трудно Сказать Во всяком случае Если у нас Будет тепло То как раз Например В той же самой Лапландии До которой Ехать-то не очень Далеко В Финляндии Север Финляндии Как раз Будет нормальная Ситуация То есть Там будет Много снега И будет Морозец Где-то Надо полагать Около Минус 10 Минус 15 Градус Кому очень Закончится Тот Сможет Посъесть Насколько Получается У нас Рождество Без снега Становится Уже тоже Традицией Потому что Я помню Где-то В конце 90-х Когда Я Ну вот Был в Великобритании Жил В одной семье Там как раз Жаловались Говорили о том Что Ну когда-то У них были Уже вот На Рождество Выпадал снег Но уже Какое-то время У них Бесснежное Рождество И вот это Их Ну очень Огорчает Это правда Был юг Великобритании Город Брайтон Но тем не менее Вот получается Что мы Ну через какое-то Время Повторяем Судьбу То есть вот Постепенно Постепенно Все-таки Получается Что это Глобальное Потепление Дает о себе Знать И уже зимой Мы не видим Так много Снега Как раньше Ну да Ну что же Делать С другой стороны Платить за Отопление Надо будет Меньше Меньше траты На зимнюю одежду И надо заметить Что ведь Опять же скажу Очень многие люди Достаточно плохо Переносят Сильные морозы И не потому Что они Простывают А потому Что как раз Сильные морозы У сердечников Приступов Чаще бывает У легочников У астматиков Поэтому Как раз Вот такая Температура Около нуля Ну да Ведь нету Снега Неганоническая Так скажем Погода Вот С другой стороны Можно себе представить Что ты в Ирландии Потому что Посмотрите Это зима Крова была зеленая Всю зиму То есть Осень Как-то так Плавно Перешла Непонятно во что А потом Вот из этого Непонятного Что Началась весна Вот Вполне возможно Что И Этот Грядущий год 21 Будет примерно Таким Насколько Эта вот погода Может отразиться Вообще На повседневной жизни Латвийцев То есть Я понимаю Что придется Любителям Лыжных Каких-то Прогулок Отправляться Ну уж не знаю Там в Куршавель Не Куршавель Как Позволят Финансы И позволят Ли вообще Обстоятельства Ну куда-то В другие страны Ну да Ну конечно Ясное дело Что Ухудшение Отсутствие Снега Это Так скажем Определенного Народа Такое Расстройство Но Надо заметить Что тут уже Ничего не поделаешь Это как бы Ну то что есть То есть Да Вот Другое дело Что конечно Мы и в этом Можно найти Какую-то Массу положительных Вещей Я думаю Что например Любители Гольфа Вот Совершенно Не против Того Чтобы Можно было Играть На зеленой Траве Весь Так скажем Зимний сезон Вполне Возможно Какие-то другие Игры На свежем воздухе Тоже Совершенно Спокойно Их можно Будет Развивать И это Будет Выход Определенный Но Надо Сказать Мы видим Совершенно Явные Процессы В этом Говорят Все Специалисты То Изменяется Климат Он действительно Меняется И нам нужно Не просто Сокрушаться А каким-то Образом К нему Подстраиваться Вот Например Сейчас Очень Так скажем Переживают Все изменения Климата В Альпах В частности В итальянских Альпах Где Сползает Ледник И вот Этот самый Ледник Неподалеку От горы Монблан Знаменитой Самой высокой Горы Альп Там где-то Сконцентрировалось Около 500 тысяч Кубических Метров Льда И вот ждут Что в течение Ближайших 72 часов Эти Полмиллиона Кубометров Льда Рухнут Вниз В долину Там деревушки Есть Людей Уже Эвакуировали Туристов Эвакуировали Но причина Совершенно Определенная Небывала Жаркая Погода В том числе И на высоте И в результате Этого Происходит Активное Таяние Ледника И он Что называется На таящих Нижних потоках Под ледником Он как на салазках И вот Специалисты говорят Что да Вот есть же фотографии За последние Сто лет Масса фотографий Этих гор Горы не изменились А ледники На глазах Просто исчезают И вот это проблема Поэтому Еще непонятно Куда ездить Придется Любителям Лыжных катаний Но вот Факт Фактом Что вот так И вот изменения Есть И конечно Учащающиеся Учащающиеся Пожары Пожары Очень тяжелые По последствиям Они конечно Наносят Огромный Экономический Ущерб И туристической Отрасли Вот сейчас Около Марселя Приходилось Эвакуировать Отдыхающих Потому что Причем даже На лодках Потому что Пламя буквально В течение Несколько часов Заблокировало Выходы Вот Сильный ветер Жара Сухое Вот мы прекрасно Понимаем Что в жару Сосны Горят Изумительно Совершенно Они выделяют Огромное количество Эфирных масел Вот Это факелы И но Опять-таки Горит Европа Ну в том числе И горит И Сибирь Вот Но пожар Это и на На другом Конце Тихого Атлантического Океана Вот это Большая Действительно Очень серьезная Проблема И об этом Говорят все Специалисты Что Ведь пожары Не только Чаще встречают Они еще Уходят на север А это Очень опасно В том числе Например Сибирские пожары Опасно В плане Выделения Парниковых Газов Которые будут Еще больше Раскручивать Эту спираль Вот об этом Идет такая Речь Довольно-таки Грустная А насколько Насколько Нашим Латвийским Соснам Угрожают Такого рода Пожары И Ну Кто-то Принимает Ну Условно говоря Меры Для того Чтобы В случае Необходимости Ну Приним Сразу Потушить Эти пожары Есть у нас Пожарная Служба И она Постоянно Умоляет Людей И обращается Чтобы люди Не разводили Костры Абы где Да Вот И это Совершенно Все серьезно И надо Заметить Что чем Дольше Сухая Такая Теплая Погода Тем Больше Шансов Если Начнется Пожар Особенно Под условием Сильного Ветра То Конечно Это Нанесет Огромный Ущерб И Надо Заметить Что Помните По-моему В прошлом Или Позапрошлом Году Были В районе По-моему Талсы Пожар Да Там Молото Гая И то Пришлось Вот Пользоваться Помощью Соседей Там Вертолет Нужен Был Да Пожарный То есть Это Очень Серьезная Штука И Прямо Скажем Мы Ни богатое государство Ни Швейцария Которые могли бы Даже если не иметь Свою технику То тот же Быстренько Закупить Самое же Интересное То что Пожар Это поскольку В других странах На технику Большой спрос Можно Как говорится Иметь деньги Но не иметь Нужной техники Просто Ее никто Не отдаст Потому что У себя Пожар То есть Это Очень Серьезный Момент Я хочу Сказать Что Нужно Соблюдать Максимальную Осторожность С огнем Такую погоду Потому что Опыт Показывает Что зачастую Достаточно Не просто Брошенной Спички Или окурка Или чего-то еще Брошенной Бутылки Стеклянной Белого стекла Достаточно Начался Пожар Представляете Брошенной Стеклянной Белой бутылки Она Фокусирует Просто лучи И поджигает Сухую Как порох Поэтому К этому Всему Нужно Относиться Очень Серьезно Очень Аккуратно Потому что Очень легко Говорить Об этом А пожар Где-то там Далеко Но когда Рядом У вас Даже Горит Не то Что Ваш дом А рядом Горит И вам Дышать Нечем Это Очень Тяжелая Вещь И просто Нужно Хоть Немножко Смотреть В Будущее Прогнозировать Последствия Своих Последствия Жары Другая Оборотная Сторона Пожаров Это Повышение Уровня Мирового Океана Который Приведет Ли это К каким-то Угрозам Например Затопление Риги О которых Тоже Строят Прогнозы Ну В Журналах Вот в Июле Месяце Были Опубликованы Прогнозы Там И Американские И По-моему Японские Специалисты Участвовали Рассчитывали Ну В общем-то Разговор Такой Что Никто Не спорит Что Уровень Мирового Океана Повышается И будет Повышаться Вопрос Как Быстро Как Быстро И Для Каждой Территории Своя Красная Линия Представьте Себе Что Допустим Уровень Балтийского Моря Поднялся На Один Мет Очень Многие Территории Сейчас Были Были В состоянии Либо Затолпления Либо Совершенно В состоянии Необходимости Срочной Эвакуации И Это Разговор Не о том Что Это Будет Когда Потомки Забудут Наши Имена А вот Это Может Случиться В течение Ближайших Лет Двадцати Тридцати То есть Уже Вполне В обозримом В будущем Тем более Что Нужно Понять Что Когда Берега Пологии Вот как У нас Даже Десять Сантиметров Повышение Уровня Это Очень Заметно Визуально Это Средний Повышается Значит Повышается И уровень Максимального Заплескивания Воды В случае Шторма А ведь Действительно Ведь Изменение Климата Это Учащение Случаев Штормов То есть Повышается Эрозия Будет Развиваться Береговая Береговая Эрозия Образия То есть Эти процессы Деструктивные Будут Очень активны И об этом Тоже Американцы Например Просто Они считают Сколько Им потребуется Денег Чтобы Перенести Космодром Смыслен Он у них Что называется Прямо Чуть выше Уровня Море Сколько Потребуется Денег И страховок Например В том же Самом Штате Узиана В устье Знаменитой Реки Миссисипи Повышение На те же Самые Допустим 10 сантиметров Уровня Воды Это означает Что река Миссисипи Гораздо Раньше Столкнется С водами Мексиканского Залива И поток Этой воды Которая Стрекает Река Миссисипи Будет некуда Деваться То же самое Будет с рекой Доугавой И с рекой Гауи То есть Естественно Повышаются Так скажем Шансы На разливы Этих рек А Рига Как раз Находится В очень Таком Не самом Высоком Месте Поэтому Как говорится Это та вещь О которой Стоит Говорить О том Что да У нас Есть город Город Красивый Город Хороший Родной Город Подумать Что с этим Городом Будет Так скажем В ближайшем В ближайшие Десятилетия И вообще Какие проблемы Столкнутся Наши внуки Которые Можно сказать Уже родились Что они Будут делать И каким Словом Они Добрым Незлобливым Повспоминут Своих бабушек Дедушек Которые Могли Что-то Делать Сначала Говорили Что нужно Делать Но они Хотели Делать Ничего Да уж На таких Пессимистических Может быть Даже Апокалиптических Прогнозах Мы сегодня Завершаем Программу Климат-контроль Константин Рангс Морской геолог Журналист Популяризатор Науки Сегодня был с нами На прямой связи Говорили мы О последствиях Жары Спасибо большое Константин И до новых встреч Всего доброго До свидания